здравствуйте здравствуйте дорогая семейная пара фарида и кошали я приветствую вас у нас в студии сегодня и сразу хочу поздравить с тем что вы стали семьей года в республике дагестан а как известно наш президент объявил этот год годом семьи мне бы хотелось узнать как про вас там узнали про вашу семейную пару и что это была за церемония что это был за конкурс или что это было фарида что за мероприятие проходило это было открытие года семьи официальное открытие года семьи в ногайском районе республики дагестан там было представлено 5 династий среди них были династия знаменитых чабанов героев социалистического труда их уже нету живых их дети внуки правнуки династия врачей там где-то человек 50 60 но их представители династия педагогов и нас выбрали как династию творческую это не только наша семья это династия зармамбетовых потому что кошель родом оттуда из аула на риман ногайского района его старший брат он занимался всю жизнь и занимается декоративно прикладным искусством он создал свою систему преподавания трудового обучения на ногайских традициях именно с ногайским материалом второй брат кошали кошамбет был первым профессиональным оперным певцом он рано ушел из жизни но о нем была отдельная речь и кошали трое из четверых братьев стали творческими людьми мы всего лишь как говорится только какая-то ветвь этой большой творческой династии само мероприятие очень красочная очень всеобъемлющее можно сказать потому что я знаю что в ногайском районе дагестана очень много творческих династий там где люди композиторы певцы их дети пошли по их стопам но выбрали но почему-то выбор пал на нашу семью и мы очень благодарны что это был повод еще раз сказать напомнить людям что это за семья я не говорю что это именно но я наверно как невестка имею право и как журналист глядя со стороны конечно это уникальная семья но раз вы сегодня у нас встретились я думаю что вы встречаетесь как два творческих человека только вечером у себя дома потому что у тебя творчество у кошали творчество хочу у вас спросить в чем же секрет семейного вашего союза есть какой-нибудь секрет ну самое главное понимание на что мы понимаем что мы делаем хорошее доброе дело и поддерживаем друг друга без поддержки без хорошего тела сами знаю точно трудновато поэтому этот союз наверное был создан всевышний чтобы мы понимали друг друга делали общее дело баба культуры не только нашей семьи нашего народа как ну и короче черкесии россии вот такой кушали ну все же говорят о том что двум творческим людям в одной семье ужиться очень сложно кто кому идет на компромисс вот рассказывайте как все это вас какие у вас творческие споры бывают и кто как правило одерживает верх кто уступает наверное это кушали все таки да ну наверное как скульптор обычном они бывают монолитные может из-за этого все в себе внутри потому что я даже когда смотрю какие-то фильмы она может сказать я хочу другой фильм а этот фильм не дает просто думать о чем-то она все-таки больше по инерции сразу начинает даже то что какие-то не идут уже себя как бы думать что она или он в этом фильме то есть сразу на это да а я немножко плавно принимаю потому что как бы не тяжело было скорее всего этот отеке и меда профессии что они дают именно расслабиться так как нам нужно и понимать в этом деле вступать так как надо но никогда не было что мы кидали там обычно говорят семейкой тарелки там или что-то такое поэтому ну в разные моменты наверно потому что когда проходит этап ты больше начинаешь чувствовать стуки семья это первое дело вторая работа и третье то что мы должны радоваться все что происходит вокруг нас и у нас фарида ты написала допустим новое стихотворение твой первый критик кошали конечно он первый читатель он первый и критик но я не скажу что он но он всегда мне вот говорит вот это слово не подходит надо другое слово здесь и я принимаю я принимаю хотя он не поэтому он очень тонко чувствует и это наверное вот добавляя к тому что секрет в чем это первую очередь взаимоуважение потому что когда с человеком живешь длительное время вот скажем больше двадцати лет да вот сначала любовь страсть это все фейерверк самое главное не утратить уважение друг другу потому что есть такое можно любить человека но не уважать его но без уважения с человеком жить нельзя самое главное уважение потому что любовь тоже бывают разные этапы бывают бурное как бурное море а потом она потихоньку вот я вот скажу сейчас у нас такая спокойная размеренная как наша широкая река волга вот такое спокойное течение жизни и мы этому рады потому что мы пережили все этапы любви и мы остались верны себе верны семье верны нашим детям это наверное самое большое достижение чего мы в жизни достигли помимо наших там творческих каких-то достижений кушали к твоим работам скульптурным фарида тоже имеет отношение она как-то подписывает их да и это как бы я вот первым как бы тоже первый фариде показал да она иногда говорит мы же привыкли творческий у меня есть вдохновение нет вдохновения вы знаете что я это слово не люблю надо все равно пахать она иногда вот говорит вдохновение есть или нету и вот я как-то себе поймал на мысль давай фарида садись я двери закрою какую-то работу поставлю и просто на нее напиши вначале да трудновато ей тоже было она не привык как как бы заказ кавычку на заказ хотя это просьба потом она сама как бы внедрилась в это дело ей понравилось и уже это как бы ее отношение к моим работам и одновременно обоюдно потому что те темы которые мы выражаем моей работе может быть многие не понимают она видит как я с ними работаю каждый день каждую секунду каждый момент каждые выходные она видит как я переживаю это другие не могут увидеть а все поэтому другу другая может сказала бы там как-то мне уже сложно ты такой или такой у нас вот как она сказала такой не бывает потому что опыт жизни и совместные именно победил все потому что мы поняли что не надо разбрасываться лучше делать как я уже говорил хорошее доброе дело именно вы не только во имя культуры и поэзии а для всех для всех людей но давайте теперь вы оба ответить за что вы друг друга уважаете фарида я первую очередь когда мы познакомились я знала его уже как прекрасного художника я знала его работы поэтому наше знакомство она состоялась именно сначала увидев его работы которые они первые вышли у нас журнале половецкая луна это был 91 год после этого уже познакомившись с ним мы я уже знала я видела его и видела его работы поэтому его одержимость его трудоспособность его вот это беззаветная преданность вот этому избранному делу я могу сказать точно так же о его братьях они тоже такие потому что они вот выбрали эту стезю и вот человек идет по этой стезе не сворачивая никуда если он скульптор если он преподаватель он преподает скульптуру он учит детей и все равно он находится вот в этом своем я его уважаю за то что он прекрасный отец зато как он относится к своим детям и к старшим детям к моей дочери к нашему сыну к своим внукам потому что он их любит беспредельно и видя это отношение я думаю что вот это все таки гены этой семьи это вот тактичность взаимоуважение вот признание вот твоего личного пространства понимаешь мы живем у нас квартира маленькая нам тесно но даже в этом маленьком мире у нас у каждого есть свой уголок где ты можешь уединиться я могу почитать книгу он может там поработать здесь у нас ребенок со своими работами сидит где никто друг другу когда это нужно никто друг другу не мешает все-таки есть плюс в том что два творческих человека встретились потому что если бы это был человек какой-то другой профессии может быть он и не понял бы вот то что ты хочешь побыть одна личное пространство как сейчас модно говорить да мы уже мы это встретились уже достаточно зрелыми людьми у нас уже семейный опыт тоже был и то что мы оба творческие но получается что мы разные как говорится у нас он скульптор я поэт я иногда шутку говорила когда-то говорила ахмадулина и мессерер а потом когда я прочитала книгу мессерера который называется промельк белки беллы а своей супруги были ахмадулины я ему сказал я не хочу чтобы ты был мессерером потому что это не наш путь мы живем так как мы живем за какие качества ты уважаешь свою супругу не побоюсь этого слова большую поэтессу фариду сидахметову ну она прежде всего как ребенок который вырос без мамы как женщину как мать и всегда я на нее вот так с такой как бы смотрю поэтому вот как она сказала маленькая вроде комната да у нас небольшая мысли было бы хоромы может там где-то мы затерялись бы как-то там как-то укрылись бы не хотели бы это даже помогает даже больше и даже радостно что именно такое они такое поэтому я ее благодарю что вот я когда я рассказал когда мы встретились как книгу первые и фотографии я тогда увидел сразу запомнил и когда вот несколько лет прошло как фильмы неужели я вижу живой вот когда я ей сказал она да нет году да все мужчины так говорят нет это правда на самом деле как-то природа так взял что я как бы постепенно постепенно как постепенно шло к ней как так получилось вот когда мы встретились когда я увидел что это поэтесса даже иногда говорю она талантливая меня я работоспособный она может быстро сделать и уже ничего не уберешь даже в начале когда она мне наговорила посоветовать что-нибудь она думала что я ничего не хочу сказать но опять же прошло какое-то время я понял что может быть надо что-то дополнить или что-то сказать что она не понимала что я отношусь к ее как бы стихам к ее книгам просто так ну пиши там пускай выходит тогда я тебя переживался да именно к позитивному что лучшие стихи потом когда она мне приходит любой момент как саду вот так я говорю самое главное чтобы ты работала сама что ты писала и самое главное чтобы ты была счастлива я благодарю вас за то что вы нашли время пришли сегодня к нам в гости я желаю вам дальнейшей большой любви общей дороги долголетия и конечно творческих успехов спасибо вам спасибо спасибо спасибо